Доброе утро! Пожалуйста, с утра до вечера на каждом перекрестке пандемия, видимо, те, кто организует весь этот процесс, правительство, видимо, считает, что пандемия особо опасна для тех, кто покупает, видимо, одежду, а вот алкоголя совершенно нет. С другой стороны, может быть, это и есть естественные потребности, и политики просто опасаются каким-то образом ограничивать продажу алкоголя. Как вы все это бы прокомментировали? У вас большой опыт лечения алкогольной зависимости, так что, пожалуйста. Да. Я небольшой специалист в пандемиях, но если говорить о наших решениях, в правительстве, сначала алкоголь был запрещен, и это обуславливалось тем, что люди собираются, пьют, и потенциально возможное заражение существенно выше. И, вернее, логики это так. Поэтому отменение этого решения, отмена этого решения, да, это вызывает определенные вопросы. Я совершенно согласен. Действительно ли можно, есть ли такие данные, что, оказавшись в самоизоляции, а мы уже находимся в ней, ну, в той или иной режиме ограничений, иногда там какие-то послабления, иногда ужесточения. Сейчас, вроде, правительство идет по пути таких вот мелких шажков по тому, чтобы ослабить этот режим самоизоляции. Но, тем не менее, количество вот выпитого, да, вот самоизоляции резко возросло. Я не знаю, есть ли у вас какие-то статистические данные, но вот ваши ощущения, ваши впечатления, вот, исходя из вот по количеству пациентов за последний год? Знаете, да, статистики пока нету. То есть я ее не видел даже за 20-й год. В отношении моего субъективного понимания, то, конечно, достаточно большое количество людей, которые приходят сейчас с вопросами решать эту проблему, они, ну, жалуются, что нет работы, нет возможности проведения досуга и еда. Во многом это сказывается как желание начать пить или желание просто эмоционально отключиться от того, от той реальности, которая сегодня есть. То есть это совершенно однозначно, конечно. Да. Вот что касается потребления спиртных напитков, одно время уже говорили о том, что в Латвии тоже своего рода пандемия, эпидемия, называйте как хотите. И действительно, вот по количеству выпитого на душу населения Латвия в Европе занимает одно из ведущих мест. Изменилось ли что-то? Как бы вы вообще эту тенденцию прокомментировали? Я могу сказать только на основании статистики. По ключевым параметрам мы снижаемся. То есть статистика была за 19-й год чуть больше 10 литров на душу населения. Хотя, скажем, в 93-м у нас было 20 литров. То есть мы можем сказать, что снижение потребления достаточно серьезное. И нужно сказать, что это снижение произошло в большей степени именно за последние 3-4 года. Чем это обусловлено, это хороший вопрос. Здесь каких-то таких глобальных исследований нет. Если пробовать разобраться, что достаточно большое количество населения уехало и какое-то количество людей уже начало понимать, что употребление алкоголя это очень большой риск в рамках социализации, в рамках вообще выживания сегодня в Латвии. То есть можно спекулировать на эту тему, рассуждать. Я думаю, это такой вопрос достаточно большого исследования. Но цифры говорят за себя, что да, пока соглашение употребления алкоголя присутствует. Да. Вот что касается государственной политики. С одной стороны, понятно, и статистика об этом свидетельствует, что и большое количество по-прежнему ДТП, в том числе с трагическими последствиями у людей, вот те, кто в пьяном виде садятся за руль. Травмы бытовые, к сожалению, преступления совершаются на почве приема алкоголя. С одной стороны. С другой стороны, вот доходы от Акциза и от ПВН, от НДС, настолько велики, измеряются сотни миллионов евро. Вот как здесь балансировать государственную политику необходимости пополнения казны и в то же самое время ущерба здоровью и тому же государству? Вы знаете, такая очень непростая тема, она скорее такая экономически-социально непростая, потому что, да, 242 миллиона акциза государство получило в 2019 году. Это достаточно большая сумма, не считая, естественно, других сопутствующих налогов. Но, наверное, я бы вопрос ставил чуть иначе. Конечно, государственная полиция и муниципальная полиция, органы следят за поведением населения, за том, там сидят ли люди в нетрезвом состоянии, трогают ли автомобилем. Здесь все понятно. Но структурно, с моего точки зрения, ну, не ошибка, я до конца не понимаю, что происходит. У меня достаточно немало жалоб людей, которые высказывают непонимание, почему человек, когда отравился рыбой, скажем, или каким-либо другим продуктом, его скорая помощь готова госпитализировать. А вот в отношении гиперинтоксикации алкогольным напитком, который точно так же продается в магазине, зачастую скорая отказывается госпитализировать. А в, скажем, некоторых районах Зарии, когда узнают, что человек неотрезвый, то к нему просто не выезжают. Апеллируя о том, что эти симптомы все связаны с тем, что человек слишком много выпил. И возникает такое состояние некой оброшенности пациента. То есть к человеку могут приехать, могут оказать медицинскую помощь в рамках жалоб, но госпитализации он не будет подвержен. И тут, конечно, вопрос, чем такой пациент хуже, чем любой другой. Это серьезная задача, особенно если при алкогольной интоксикации, скажем, возникает серьезное нарушение, как отмога разных систем, серьезная нагрузка на сердечно-сосудистую систему и, в общем-то, другие в том числе, на выделительную. Здесь немало проблем, как вопрос синдрома, скажем, 2-3 дня, когда люди уже не справляются с тяжелейшими ядами, как альцельдегиды, и возникают уже критические патологии. И это большой вопрос. Почему эта тема не подвержена такому серьезному медицинскому контролю? А почему, на ваш взгляд? Просто нет такой политической воли, понимания, или есть вот такой стереотип, может быть, отчасти он неправильный. Вот есть деньги на то, чтобы напиваться регулярно, но должны быть и деньги, и вообще желание самому из этого состояния выйти. Сложно сказать. Я не знаю, насколько здесь этот вопрос политический. Я думаю, что очень может быть, что к этому имеет отношение такой стереотип, что если человек выпил, то у него есть проблемы, его можно сегодня лечить, он выпьет завтра, он выпьет послезавтра, и сколько раз нам вообще нужно будет его лечить. И тут, конечно, возникает такое серьезное сравнение, скажем, наркотическая зависимость. Это патология, которая обусловлена незаконным употреблением и покупкой данных средств. И мы знаем, что есть государственные программы, скажем, метадоновые программы, когда человек на героиновой зависимости, государство его лечит и старается его с наркотической зависимости снять. Или, скажем, сначала заменить, а потом постараться вывести уже из метадоновой программы. Почему у нас нет подобных же решений с алкогольным проблемой в этой алкогольной сложности, я не знаю. Это хороший вопрос, потому что количество людей, которые страдают алкогольной зависимостью и сложности, связанные с ним, как социальные, в том числе, они налицо. Это вопрос. Да, действительно. Еще такой вопрос, который я хотел задать. Что касается употребления алкоголя, может быть, молодежью, есть тут какие-то данные, может быть, вы можете поделить своими наблюдениями по вашим пациентам, исходя вот из вашего опыта? К сожалению, молодежь стремится социализироваться в большей степени, глядя на взрослых. Вообще, если говорить о развитии этой патологии, то это системная патология. То есть молодые люди начинают употреблять алкоголь по той причине, что, во-первых, это доступно, во-вторых, это социально признанная норма. И есть именно стереотип, такое представление, что коммуникация происходит в рамках веселья, снятия какого-то эмоционального зажима именно лучше при алкогольном употреблении. Хотя даже нередко я встречаюсь с такой формой представления, что это наша традиция, то есть что вот у нас в обществе это традиция, и это нормально. К сожалению, уже многократно говорил, что никакой традиции подобной, если мы берём там сто лет тому назад, этого не было. То есть, скажем, потребление алкоголя в 2014 году составляло 250 грамм, в отличие от того, что сейчас, скажем, 10 литров на душу населения за год. Поэтому это заблуждение, которое во многом к нам пришло из советской эпохи, наверное, так можно сказать, что спаивание населения того времени, именно была программа, которая поддерживалась непосредственно Таллином, она закрепилась, и мы её приняли как свою, и сейчас считаем, что это наша традиция. Хотя никакой традиции в этом аспекте в таких объёмах уж точно не было. Точно не было. Если говорить об истории. Да. Вот что касается социализации, но, с другой стороны, мы же видим целый ряд стран, ну, наверное, скорее всего, южноевропейских, где вообще бокал вина, не знаю, за завтраком или за обедом, это примерно, как, не знаю, стакан минеральной воды. Вы знаете, это нередко частое сравнение, когда в беседе, мне приводят такой пример, что, скажем, в 14-м, 12-м, 16-м веках вино вообще пили за место воды, особенно в местах, где была эпидемия, эпидемия чумы, то люди пили слабое вино, потому что там погибали кишечные палочки. Но почему-то люди забывают, что в тот период времени средняя подростанность жизни была 26-30 лет. То есть в данном случае у людей не успевал развиться алкоголизм в разных размерах. Если говорить о вами упомянутых странах, то, к сожалению, и количество психопатологий в этих странах, оно достаточно высокое. То есть высокое количество принятия лекарственных препаратов, именно связанных с проблемами различного рода неврозоподобных состояний. То есть это уже давным-давно не секрет, что алкоголь разрушает мозг, и последствий здесь не избежать. Я помню исследование в 2000-х годах, в начале 2000-х годах американских коллег, которые серьезно занялись вопросом малых до употребления алкоголя. Так вот, протестировано было несколько десятков тысяч человек на предмет употребления вина порядка 100-150 граммов за 4 часа до сна. И по их утверждениям в этом случае не наступает глубокой фазы сна. И что 2-3 недели человек в таком состоянии выходит в ранг уже невроза. То есть это первое начальное патологии системы. То есть тут нет иллюзий. И вообще по последним данным, исследования, которые я слушал прошлый или позапрошлый год, опять же, в Штатах было исследовано более 100 тысяч человек на протяжении 18 лет, не ошибаюсь, что дозы, употребляемые алкоголем, безопасных их нет. То есть и вот эта иллюзия, что малые дозы способны что-либо стимулировать, каким образом, скажем, немало диссертаций, что красное вино это оксидант, это приватка желудочно-кишечных заболеваний, кровотворное и так далее. К сожалению, никто не, почему-то никто не замечал, что в алкоголе содержится альцельдегиды, тяжелейшие яды, и определенные разрушающие воздействия на мозг, они тоже здесь присутствуют, и почему-то их в тот период времени не заметили. Сейчас уже Всемирная организация здравоохранения констатировала, что безопасных доз алкоголя нету. То есть все, на этом поставлена точка. То есть знаменитая фраза Ж. Жванецкого «алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах» это как из разряда юмора? Да, сегодня, с точки зрения медицины, это осталось в прошлом, с точки зрения того, что сейчас говорит ВОЗ. И можно вспомнить на этот счет скажем, начало 20 века, когда определенные врачи, давая свои заключения по безопасности курения, утверждали, что это безопасно, что все хорошо, не волнуйтесь, патологий нету. Сегодняшний врач, любой, понимает, что это не так, и каких-то спекуляций на эту тему уже нет. Да. Вот такой вопрос хотел бы задать. Ну вот, казалось бы, сейчас, в эпоху довольно жесткого капитализма, по крайней мере, в Латвии, наверное, немногие из тех, кто работает на постоянной работе, могут позволить совмещать работу и алкоголь. Может быть, это как-то заставляет какую-то часть людей прекратить пить? Или ваш опыт об этом не свидетельствует? Я могу сказать так, что есть три основные критерия, которые заставляют людей перейти на светлую сторону, я бы так сказал, иронизировал. первое, это здоровье, то есть, естественно, скажем, употреблять алкоголь в 20 лет и в 45 разные совершенно будут проявления, то есть, со временем, с годами, как положено, не становится и ощущает более тяжелые последствия. Второе, это вопрос социализации, то есть, человек, если активно гулял в выходные, то понедельник, он вряд ли сможет так же работать и один, два, три раза ему на это укажет хозяин, директор и дальше его, как специалиста, просто уволят. Если это продолжается, то фактически человек окажется без работы. Сегодня найти и трезвому человеку, то есть, непьючему, далеко не всегда, есть задача как просто решаемая. И люди понимают, что это уже большой вопрос, а на что я буду жить дальше, а тут что, как дальше. Это опасность непосредственно персональная и опасность за всю семью. И, конечно, третье, это конфликт внутри семьи. То есть, сохранить полноценные отношения в семье, если один из членов активно пьет, то в длительном перспективе это невозможно. Ну, чаще всего это так. И вот у нас вырисовалось три проблемы семья, здоровье и работа. И, в принципе, это основополагающие, составляющие человеческого внутреннего мира для полноценной жизни. И люди приходят к пониманию, что ничего более значимого и дорогого нет. А алкоголь постоянно создает проблемы в этих областях. И это жизнь как по замкнутому кругу. То есть, человек не способен из этого вырваться, понимая, что он решает постоянно проблемы, не связанные с ним лично, а связанные с алкоголем. То есть, когда люди к этому приходят, то есть, понимают, что в большей части они борются с проблемами, связанные с алкоголем, то, конечно, они приходят к решению либо бросить самостоятельно, либо искать специалиста. То есть, именно так. Да, мы сейчас прервемся буквально на пару минут. Прошу Борис Фалькову остаться на прямой связи по скайпу. Напомним, у нас в прямом эфире сугестолог Борис Фальков. Не переключайтесь. Радио Болткома Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Verantwortung у тех, кто, не знаю, встал на путь необходимости лечиться, осознал сам, что это необходимо. Но есть такой стереотип, что это очень долго, что это очень долго. Вот исходя из вашего опыта, чуть обрисуйте, что вообще нужно, чтобы человек или его семья приступили к лечению, поскольку мы же понимаем, что зависимость от алкоголя заболевание, тяжелое, я бы даже сказал, хроническое? Очень непростой вопрос. Очень непростой. Потому что понятие лечения, тут надо сначала разобраться в этом подходе. Если человек прошел какую-то фармакотерапию, то есть лекарственное лечение, и год не пьет, вот как мы будем к этому относиться, вот если он год не пьет, даже если он без лекарственного воздействия самостоятельно решил не пить, и он год не пьет. Он уже является здоровым человеком или больным, но который год не пьет. Это серьезный очень вопрос, скажем, такого жесткого ответа на этот счет, наверное, в классической медицине найти непросто. Если говорить о моем взгляде, то я считаю, что алкоголизм это проявление патологии мозга, то есть реакции мозга на алкоголь, и здесь не имеет никакого отношения ни сколько человек пьет, ни как он часто пьет. И если мы подходим именно так к проблеме, то, конечно, изначально, чтобы пройти лечение, человек должен для себя принять эту модель, что да, проблема есть, и должно быть желание, потому что если желания нет, то не знаю системы, которая могла бы ему в этом помочь. А дальше уже вопрос от систем, скажем. В рамках той системы, в которой работаю я, да, здесь нужно определенное количество воздержания, время от употрения алкоголя, но есть разные системы, у них разная анестетическая валидность, но какую бы мы систему ни брали, собственное желание является основой, потому что прожить за другого человека никак невозможно. Эту жизнь, и человек, который прошел лечение, если у него сняли физиологическую тягу, ему не хочется пить, а это сделать возможно, то это не значит, что он не выпьет под воздействием, ну, скажем, каких-то обстоятельств. Не хочет отказывать друзьям, да, то есть вроде как пить не хочется, но под воздействием компании человек может употребить алкоголь, ну, или в каких-то либо других случаях, да, в рамках стресса. То есть мы имеем здесь проблему не только физиологического характера, но проблему, ну, я бы так сказал, более широкого масштаба, проблему проживания внутреннего мира этой жизни. То есть человек должен бороться за самого себя из-за своих представлений, каким он хочет прожить эту жизнь. Я бы, скорее, больше так классифицировал эту ситуацию. Есть ли примеры, когда это все происходит, я имею в виду, освобождение от этого недуга успешно, и люди уже годами не пьют, и возможно ли, не знаю, нечто среднее, что вот люди все-таки избавились от этой зависимости, ну, там, не знаю, изредка, там, на дне рождения, на юбилее могут пригубить, или если человек, которого страдал алкоголизмом, все-таки, ну, бросил пить, с вашей помощью в том числе, то он и не пьет вообще ничего. Ну, я бы, наверное, не захотел заниматься здесь саморекламой. Нет, я просто, пускай не вы, не важно, вот те, кто излечились, какова тактика и стратегия. Да, я возьму процесс лечения в общем. Да. Еще раз хочу сказать, что алкоголизм – это патологическое проявление мозга на алкоголь. И, конечно, можно сказать, что в рамках времени мозг может адаптироваться. Это правда. То есть, если человек, скажем, воздерживается, ну, там, три-пять лет, то действительно у меня есть немало примеров из моей практики и практики других врачей, которые занимаются лечением данной зависимости, что, да, человек после длительного воздержания иногда выпивает какое-то количество незначительного алкоголя. Мозг при этом, ну, я это так классифицирую, способен держать алкоголь. То есть, таких ярких патологических проявлений не происходит. Хорошо это или плохо? С точки зрения жизни конкретного человека, конечно, хорошо. Потому что он находится в состоянии безопасности. То есть, у него нет риска для собственной жизни и для резкого потери всего. Но с точки зрения самой проблемы, я бы к этому отнесся иначе. Дело в том, что если не вдаваться в длинную дискуссию, то я алкоголь воспринимаю не как пищевой продукт. И по всем его критериям, если разбираться, то это не пищевой продукт, то есть, это медицинский продукт. То есть, во-первых, он признан наркотическим продуктом. До середины 60-х годов семейная организация здравоохранения его признала наркотиком класса А, то есть, очень доступным и очень опасным для мозговой деятельности. Во-вторых, ну, скажем, пищевой ценности у алкоголя, ну, там есть, можно говорить о разных продуктах, но оно близится к нулю, а у некоторых просто ноль. Поэтому, если честно отнестись к этому, то алкоголь вообще не должен продаваться в магазинах. Если говорить о проблемах, которые, скажем, постигли наши государства, не только наши, то я здесь, скорее, больше не за тотальный запрет, вот так, сиюминутно, да, я, скорее, больше за скандинавскую модель, которую первым стала вводить Норвегия, понимая, они долгие годы были в лидерах потребления алкогольных душенаселения, понимая, что страна очень богатая, там, порядка пяти миллионов человек, чуть больше, то есть, генетическая составляющая очень небольшая. И, да, врачи, видимо, провели совместные консультации с правительством и приняли решение, что на экстрасном уровне, высокоспиртосодержащий алкоголь убрать из супермаркета. В общем-то, поначалу эта идея звучит, наверное, не очень убедительно, то есть, что мы достигнем, если алкоголь будет продаваться в отдельных магазинах. Но они выделили эту продукцию в магазины, ну, за черту города или куда-то вот вне центра. То есть, и алкоголь перестал быть доступный на уровне вытянутой руки. То есть, да, мало спиртосодержащих, до 3,5% можно купить в супермаркете, а выше уже нет. И, знаете, это снизило потребление алкоголя до такой степени, что Норвегия стала 20-какая-то, там, 24-25-е, то есть, в мире. Очень серьезно. И, конечно, можно сказать, что от этого потеряли супермаркеты в прибыли. Да, это так. Но на уровне государства количество живых людей, которые могут находиться в социальной активности, оно, естественно, несоизмеримо. Почему-то, когда мы говорим о том, что государство получает акцизы, государство получает налоги с алкогольной продажи, и что государству это выгодно, по-настоящему выгодополучатель государства, здесь не является основным. И я бы сказал, что государство, оно ущербно в этом. То есть, любой экономист, рассчитав эту ситуацию, скажет, что количество налогов, которые может заплатить пьющий человек, оно несоизмеримо меньше, нежели, чем его польза в его здоровой полноценной жизни. То есть, если человек, скажем, в 40 лет стал инвалидом из-за употрения алкоголя или умер, то он больше государства ничего принести не может. То есть, у него нету его положительного участия. Добавленной стоимости, даже так можно сказать. Если он инвалидом стал, то, соответственно, государство еще вынуждено вкладывать в него определенные деньги. То есть, это очень серьезное торможение. Кстати говоря, это официальная цифра. Вот Сталину об этом докладывали, я не помню точно год, там 32-й, там 30-й, там 4-й, не суть важно. Ну, до войны еще, да. Да, убытки от потребления алкоголя, они существенно выше, нежели чем выгода от продажи этой деятельности. То есть, здесь нет вопросов. Просто, к сожалению, на эту вещь, ну, по какой-то причине власть имущий так не смотрит. Ну, я очень надеюсь, что эта ситуация, ну, в конце концов поменяется, ибо скандинавский сценарий, он, ну, совершенно очевиден в качестве пользы этого мероприятия. Да. Вот интересно, опять-таки, не хочу вас толкать в политику, но иногда ведь ты еще понимаешь, что фактически вот традиция употребления алкоголя или представления политиков об этих традициях настолько укоренились, что сделать ничего невозможно. И вот интересно, когда была дискуссия, я не знаю, вы слышали или нет, когда была дискуссия и в правительстве, и в парламенте о необходимости открыть этих террас. Ну, погода улучшается, чтобы люди могли хотя бы в пандемию на улице, где вот заражение меньшей вероятности на свежем воздухе, чтобы они могли на террасах, кафе, ресторанах, бестро посидеть и покушать. И такая была дискуссия, нужно ли запрещать вот на этих террасах продажу алкоголя. Ну, то есть, в меню оставить алкоголь или нет. Значит, было три позиции. Одни говорят, что нет, ничего не надо запрещать. Вот на углу магазина, если мы им запретим, какая разница, они все равно придут в кафе с мешочком, закажут еду, достанут алкоголь и будут пить или там где-то под столом укратко как-то себе наливать, это будут бесполезные действия запрещать. Вторая группа политиков и в том числе чиновники Минздрава говорили о том, что люди начнут там пить и, значит, их прогнать будет крайне сложно, начнется социализация, в общем, все то, о чем вы говорили и в результате обнимание и все это может, кстати, увеличить резезаболеваемость. И была третья категория, часть политиков говорили, подождите, подождите, ну, можно компромиссный вариант, давайте разрешим им пить в этом кафе или в ресторане пиво и сидор. И тогда вот там одна из моих коллег, телевизионных журналистов спрашивает, подождите, а вы считаете, что вот это обязательно, вот без пива и сидора никак? И растерявшийся депутат сказал, ну, вы знаете, ну, я как бы так наблюдаю, вот я прохожу мимо, по крайней мере, до пандемии, обязательно пиво и сидор на столе во время обеда у нашего населения. Ну, как я, депутат, избранный народом, буду так обижать своего избирателя? Вот так читалось, вот общая квинтэссенция. Может быть, действительно, надо с этим смириться, но вот депутаты, как избранники народа, не хотят у людей прямо из-под носа бокал пива забирать? Да. Звучит смешно, конечно, но, опять же, мне достаточно не совсем ловко выступать в качестве экспертов, связанного с пандемией, но, если на мой скромный взгляд на этот счет, то, конечно, здесь много вопросов. Если на сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения заявляет, что отсутствие коммуникации, то есть контакта на сегодня и вакцинация это самый действенный способ для сдерживания распространения заболевания, то вакцинация, она, конечно, каким-то образом идет. То пытаться сдерживать людей в рамках коммуникации и считать, что мы тем самым сегодня как-то повлияем на этот процесс, а алкоголь изъять из возможного меню в ресторанах это как одна из форм сдерживания коммуникации, ну, согласитесь, это звучит смешно. Ну, то есть просто с точки зрения логики это смешно. Открытие террас, ну, наверное, это хорошо, я не знаю, по крайней мере, психологически для людей это, конечно, хорошо. Для развития бизнеса и, возможно, жизнеспособности ресторанов это очень хорошо. С точки зрения пандемии, опять же, у меня здесь очень много вопросов по-настоящему как дилетанта, да, я вижу, что Китай справился с пандемией, я вижу, как Австралия справилась с пандемией, Новая Зеландия справилась с пандемией. Как? Посадили всех людей сидеть на карантине с жестким решением и пандемии больше нет. То есть, ну, если мы говорим о том, что заболевание проявляет себя там за три недели, да, за четыре недели, если бы все просидели это время и, скажем так, почти все государства взяли на себя ответственность подобных, то у нас бы пандемии не было. Если мы вспомним, что происходило в прошлом году, то есть, когда люди действительно сидели сами в большей степени и даже приезжающие не создавали такой проблемы, потому что они точно так же сидели, то у нас лето было, ну, почти без заражений, там, в неделю три-пять человек. Да, да, единичные случаи были прошлым летом, да. А сейчас мы видим, что творится по 500, по 600, по 700 каждый день. И это несмотря на то, что параллельно идет вакцинация. Да, верно. И в этом отношении, скажем, меня удивляли литовцы, потому что они закрывали все, когда у них было там полторы тысячи человек заражений в день, и они открыли магазины сейчас, когда у них там 1200 человек в день, там, как когда, да. То есть тоже непонятно, вы когда закрывали, были неправы, или вы когда открыли, ну, по каким-то другим причинам. я еще скажу, я небольшой специалист в эпидемиологии, но да, здесь вот такое вот метание с точки зрения понимания того, что происходит, ну, действительно, не только у меня, скорее всего, нет. И, скорее всего, правительство принимает решения, исходя из тех вещей, которые, с их точки зрения, доступны. Да. Да. Вот, наверное, так. Вот, вы упомянули Литву, я знаю, что вы часто довольно бываете в этой стране. Что касается традиции употребления алкоголя, можете что-то сказать, она вообще как-то отличается от Латвии? Или примерно все то же самое? Я скажу так, статистика, скажем, в СССР, мы были самые пьющие, Литва, Латвия, Эстония. Как-то не странно, да? Три страны, да. Сейчас литовцы несколько лет подряд, там последние, помню, в течение последних пяти лет были лидерами употребления алкоголя, мы немножко уменьшались. Сейчас уже не Литва, лидер, то есть не занимает первое место. Вот, но, конечно, они также являются одной из самых проблемных стран по употреблению алкоголя. То есть совершенно однозначно, и там ситуация ничем не отличается от Латвии и с точки зрения отношения государства к самой проблеме в том числе. Да, вот, может быть, такой один из последних вопросов. Вот есть такой, не знаю, стереотип или представление, что вот если человек, ну, хочет, простите за такое слово, может быть, не совсем литературно, завязать, да, то ему не нужно это делать резко, нужно просто уменьшать дозы. Пить, но меньше. Да. Поскольку алкоголь уже стал частью обмена веществ, вошел в обмен веществ, и вот надо пить, но меньше. В этом есть своя логика по-настоящему. Это правда. Есть состояние, когда человек резко прекращает при алкоголе, есть патологии, да. И сердце не выдерживает, условно говоря, да, так говоря, простым языком совсем. Психиатрические проявления могут быть в том числе, скажем, как этот вот эффект белой горячки, да. Да. Да, дело в чем, что, к сожалению, в этом есть своя правда. К сожалению. У меня была такая ситуация, когда звонила мать одного из моих, скажем, будущих пациентов, да, она спрашивала, что делать. У сына останавливается сердце, он кричит от боли, она говорит, я щупаю пульс, он очень нестабильно, прерывистый, то есть, то нет, аритмия, и говорит, я ему по чайной ложечке вливаю водку в рот. Я говорю, что вы делаете, срочно вызывайте скорую помощь, ну, то есть вы, что ж творите. если бы она этого не делала, то да, вероятность того, что он бы умер, она была очень большая, потому что у сердца уже не хватало ресурса для своей собственной деятельности. То есть, так оно и есть. К сожалению, это факт. Вообще синдром, то есть сердечно-сосудистая недостаточность как одна из самых высоких рисков при подобной патологии, и люди уходят от жизни именно из-за этого. По данным академика Углова, скажем, который исследовал этот вопрос, он доказал, что в СССР умирало из-за употрения алкоголя в этом аспекте порядка миллиона человек в год. То есть, естественно... Страшная цифра. Да, это страшная цифра, и она сопоставима с потерями вообще военных действий. Может быть, такой последний вопрос, в какой-то степени он, наверное, такой философский, и вот можно ли как-то в будущем надеетесь ли в это, реально ли найти какой-то, не знаю, определенный баланс, что люди употребляют алкоголь тем, кому это требуется, потому что вряд ли, я думаю, что вы тоже верите, что в какой-то момент наступит, не знаю, сухой закон, тотальный. Но вот все-таки государство при этом будет как-то помогать тем, кто не может остановиться, и у кого вот это употребление алкоголя зашло слишком далеко, уже угрожает и ему, и семье, и обществу. Вот, с моей точки зрения ситуация, наверное, достаточно простая. Я надеюсь, надеюсь, что человек в конце концов придет к пониманию, что алкоголь это наркотик, то есть не все инвестиции здравоохранения, которые уже свой вердикт сказали, да, и здесь в рамках сравнения достаточно комично, что, скажем, марихуана как наркотик со всеми с вами втекающими последствиями, она подвержена исследованию по закону, да, то есть если у человека находят какое-то количество, я там точно не знаю, там 5-15 граммов, не суть важна, марихуаны, то человека посадят. Но воздействия на мозг у марихуаны нет такого, как у алкоголя. Если нет сопутствующих заболеваний, я знаю, что там марихуана может сполонцировать аплитический припадок при определенных склонностях, да, об этом читал, но человек не может от этого умереть, если у него сопутствующих заболеваний нет. А от алкоголя такая вероятность есть, и это даже не вопрос, это констатация, и эти дозы не такие большие, как многим кажется. И, конечно, если говорить о таком отношении, то да, я надеюсь, через какое-то время человечество подойдет к пониманию изъятия постепенного высокосодержащего спиртового продукта, через какое-то количество десятилетий, скажем, вообще, и стремиться к пониманию, что трезвый образ жизни — это естественное состояние. мое философское отношение такое и базируется на опыте и понимании этого продукта. Так и хочется сказать за трезвость. Спасибо большое, Борис Фальков, у нас был на прямой связи. Большое спасибо. До свидания.